Поток людей не прекращался пять дней и ночей. Чтобы принять огромное количество желающих, пришлось приложить много усилий. К демонстрации реликвии в Высокогорном селе было задействовано более тысячи волонтеров. Среди них охранники, дежурные наблюдатели, контролеры и водители. Без происшествия, без лишних проблем, очень хорошо проходят наши мероприятия. Довело, чтобы и в других местах тоже вот так же было. Люди тоже очень многие приходят, наверное, уже больше 30 тысяч человек приехали. Огромная очередь, машины, очереди стоят даже до Ботлиха, наверное, даже машины очереди стоят. Ну, приехали все, да, практически, можно сказать. Выставка объединила народы. Здесь в одном ряду стоят люди разных возрастов, национальностей и социальных статусов. Посмотреть на личные вещи пророка, мир ему и его сподвижников, приезжали со всех уголков Дагестана и даже с соседних республик. Вот эта выставка, вот я сказал, когда они нас проводили в Ингушетии, вот прямо встречались, на этой выставке встречались те люди, которые мы годами не могли примирить. Там встречались, примирялись. Вот эта выставка, ну, для нас нету больше барраката. И не будет, и не было. Потому что вот это именно из-за этого барраката. Вот мы приехали, вот увиделись мы, даже с удовольствием приехали, отдохнули по дороге вот так. А мы из-за этого, наш отдых, еще попадаем в рай. Аллаху милостиву, Он милосерден. На протяжении всех дней организаторы устраивали ифтар. После захода солнца, всех, кто проделал долгий путь, чтобы прикоснуться к святыне, ждали накрытые столы для разговения. Завершил пребывание реликвии в Цумадинском районе красочный салют. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Агвали.